Меня постоянно спрашивают Володя, где ты взял такой классный подвал? Сегодня я вам подскажу один вариантик, который поможет вам творить и при этом не запариваться по поводу места и спокойно жить дальше Но для этого нам нужно уехать из нашего райского болота в город-герой Москвы Поехали Да, рассмотрим на примере Москвы Хотя я уверен, что подобные места можно найти во многих крупных городах Речь пойдет о такой теме, как открытые мастерские Разберемся, что это за формат, побывав в одном из таких местечек Балкон Крафтс Это мастерская, которую организовал Глеб Трубицин буквально у себя дома Вы даже не представляете, сколько здесь всего Скажу так, с большинством задач справиться здесь не составит труда Инструмент найдется буквально для всего Например, по столярке здесь все на 100% упаковано И довольно удобно умещается на одном балкончике Ну, короче, у меня возникла идея, что весь крафт делится на две части Ты сначала что-то разделяешь, а потом собираешь в другом порядке Сначала режешь фанерку, а потом ее склеиваешь И здесь, соответственно, гармония такая, инструменты для разделения, инструменты для соединения Типа болгарка для разделения, аэрограф, чтобы наносить краску Вот, этот паяльник, чтобы соединять пила, чтобы, соответственно, распилить нож, стилярить, тречь Ну да Слушай, а дальше этого ушел логотип? А дальше этого, да, ушел логотип Не успел Глеб показать, что у него тут да как А мы уже затеяли совместную работу Повесим макет на стенку в стиле лого-мастерской Мы его будем делать или можем прям с нуля эскиз нафигачить? Ну то есть я не знаю, как бы Было бы интереснее, мне кажется Ну да Ты просто сядешь Делаем при снимке А, ну можно прям меня Да, конечно, а что нет? Только надо тебе какую-то рубу Рубу? У меня есть этот Вот этот вот Парточки, конечно Угу, да Да, да, да Ну, это потом Давайте все-таки посмотрим, что у него тут есть Начнем с тяжеловесов Ну, короче Нам порой его очень не хватает Мы на ленточке что-то пытаемся там изобретать, но нет конкуренции у этого Абсолютно Это не просто сверлиник, это фейзер Ага Все серьезно А до того, как ты работал с Толякой, у тебя уже было представление, как это все работало? Ну, где стоило? Да, было, ну что, как бы Я с самого детства, в общем-то, видосики спалил Я покупал станки себе на вырост Такие, ну соответственно То есть в перспективе у тебя есть мысль расширения? Не, ну есть, конечно, мысль расширения Но пока что что-то я... Короче, я поискал помещения на самом деле Вот, они либо все очень дорогие Либо, ну, прям совсем не подходят Ну, то есть туда ничего не затащишь Там нельзя шуметь, там нельзя сваркой заниматься Здесь, как бы, ну, минусы, конечно, объективные есть Их много, но зато бесплатно Ну, мне кажется, основной минус это то, что твое личное пространство здесь напрямую прикасается с рабочим Ну, как бы, да, с одной стороны Ну, вот я, ну, кровать убрал с этой комнаты По сути, это стало отдельным каким-то таким пространством Вот, потому что, ну, раньше, да, действительно Типа через жилую комнату люди приходили сюда на балконы Было несколько странно Вот это мы публиковали в группе, да? Ну, да Это просто арт-объект Он не несет никакого функционала, получается Да, просто арт-объект Ну, это я что-то на Пинтересте нашел А потом... Вредная штука, на самом деле Начинаешь смотреть Пинтерест Идеи свои куда-то улетучиваются Ну, да, вот знакомый дизайнер так же говорит Ну, не знаю, в принципе, можно что-то там подобрать такое Ну, да Чужое К сожалению Ох, Игеич Только внимание обратил Ну, типа заточной Ага Ах, не дорого Вот А еще и лампочка встроена Разумеется, что одним балконом здесь дело не обходится Вот помещение с рабочими местами Вместимый стол, первое, что бросается в глаза А так, если что-то прям большое, то... Макеты Да, здесь вот макеты Я, собственно, эту комнату занял для того, чтобы здесь сделать большие макеты Там приходила девочка с дирижабль Ну, короче, дирижабль Ну, дирижабль более-менее большой, но вот дрон сюда вот даже на стол не влезал, короче, макет дрона прикинь А что это за дядюшка Ай болит? Ну, а это, короче, чувак приходил... Он хотел сделать автоматический купольный театр В онкологическую больницу В онкологическую поликлинику для детей Ну, то есть, вот он, типа, ездит, там, все такое Сценку показывает, что, типа, вдруг откуда ты шакал, на кобыле прискакал В принципе, он работает, ну, то есть... Выглядит какой-то страшный мультик, он так выглядит... Да, очень крипово выглядит... Очень крипово, да... Я думаю, что вы уже поняли, как тут все работает Люди приходят сюда со своими идеями и пытаются вместе воплотить их в реальность Абсолютно в любом творческом направлении Я насчитал здесь целых три 3D принтера Ну, то есть, в вопросе реализации проблем никаких Сделать получится все, но вот что делать? Я считаю, что креативные идеи — это самый важный и ценный ресурс Который есть у нас, как у человеческой расы Потому что смотрю я на все эти ЧПУ И понимаю, что в производительности тягаться с машиной уже нет никакого смысла Эта битва проиграна Но вот с креативом и созданием свежих идей тут не все так однозначно Недавно посмотрел видосик, что сейчас творят нейросети и немножко прифигел Искусственный интеллект позарился на искусство Видео можно посмотреть на канале Отто Макси Да и вообще, если тебя в целом интересует искусство как направление, то тут много чего можно посмотреть Война графитосов с коммунальщиками Разбор перформансов и акций современных художников Такой контент на ютубе большая редкость Тем более, когда его генерит довольно интересная личность Отто и сам художник И за его плечами уже две акции Которые засветились в СМИ Со многим, о чем он говорит, я солидарен Поэтому рекомендую к ознакомлению В описании оставлю ссылочку Ты говорил, что глюкофон делал? Да Блин, офигенно что Я, собственно, почему про глюкофон начал рассказывать? Потому что это... Тот проект был очень классный В том плане, что ты берешь баллон просто газовый И отрезаешь от него все лишнее То есть это как бы чисто вот разрушение Вот Короче, глаза разбегаются на все эти диковинки Так что если вам хочется что-нибудь скрафтить И при этом нет ни инструментов, ни места То вы знаете, куда стоит отправиться Еще мне Глеб пытался сделать эту самую Миру Мира? Да, мира Да, правда мы ее так и не смогли настроить Ссылочку на группу Балкон Крафтс я оставлю Вы уже догадались где Впереди нас ждет совместный проект Поэтому видосики здесь еще поснимаем Тут еще есть что показать В том числе этот замечательный вид с балкона В общем, одни эмоции Напоминаю, что вы можете скидывать свои работы в ВК А еще вы можете смотреть наш инстаграм Говорят, что это даже полезно До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok